Привет, в одном из последних видео я вас знакомил с околой бюджетников Blackview Shark 8. В этом же видео я вас познакомлю с тигром бюджетников Tiger 12 от бренда Oskal. Разъём 3.5 для наушников, гнездо зарядки USB Type-C и один громкий динамик. Всё это располагается на нижнем торце. Задняя крышка выполнена из стекла, рама из пластика, а толщина корпуса составляет всего 8.35 мм. Задний модуль камеры на 64 мегапикселя от компании Samsung и делает качественные снимки даже в движении. Передний модуль на 13 мегапикселей. Для камеры в экране собственное отверстие сверху. Экран на 120 Гц с диагональю 6.78 дюймов. 2.4К дисплей 1080 на 2460. Разрешение Full HD+. Установленный отличный процессор от Mediatek Helio J99. В Antutu бетчмарк набирает 462 тысячи баллов. Есть две модификации. 8.128 и 12.256. Оперативную память можно увеличить в обеих модификациях за счёт встроенной. 8 плюс 8 – 16. 12 плюс 12 – 24 гигабайта. А благодаря полноценному лотку сим-карт можно добавить карту памяти до 1 терабайта. Установлен 13-й Android с DOCOS 4.0 оболочкой от Oskal. Установлен аккумулятор ёмкостью на 5000 мА и заряжается с помощью 33-х ваттной зарядки. Быстро и безопасно. Установлен полноценный NFC, а также встроен GPS-модуль, который поддерживает все типы спутников. Компания остановилась на трёх цветах – голубом, фиолетовом и сером. Не обошлось без приставок – лазурный, струящийся или облачный. Помимо смартфона в яркой упаковке мы получаем комплект зарядки, силиконовый чехол, инструкция и скрепка для извлечения. Плюс стекло. Из сегодняшнего дня, 23 ноября, его цена, применив все купоны, составит за версию 8.128 – 84 доллара без одного цента. Это 3145 гривен. А версия 12.256 – 120 долларов без одного цента. Это 4494 гривны. Хорош, Тигр. Хорош. Ссылку на него оставляю в описании под видео и в закреплённом комментарии. Делитесь мнением о данном смартфоне и, возможно, кто-то себе захочет приобрести. Ставьте лайк за предобзор. До встречи в новых видеопроектах. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!